Первое спасибо от пожилых Денис услышал неделю назад. Становиться ли волонтером, говорит, даже не раздумывал. Своей будущей профессией выбрал врача, так как любит помогать людям. И сейчас тоже не стал отсиживаться дома. Обзванивать всех бабушек и дедушек. Они звонят такие добрые, там, здравствуйте, спасибо постоянно говорят. Мне это очень понравилось. Ну, я подумал, что это моя работа, это тот, чем я хочу заниматься. Ну, и по сей день здесь я нахожусь. Свой пример подает другим. Здесь больше 50 постоянных добровольцев, в основном студенты. Продукты заканчиваются. Ну, если у вас есть список, мы, в принципе, можем его прямо сейчас составить и обработать вашу заявку. С телефонных дежурств начинается утро в штабе. Волонтерский центр создан на базе АГМУ при поддержке ОНФ и рекотделения «Единой России». За день каждый доброволец обрабатывает до 50 обращений. Принимают новые, уточняют старые. За день заказ может измениться. Сейчас вместо печенья просят купить вафли. Перед выездом у добровольцев проверяют температуру, состояние здоровья и не лишний раз напоминают о мерах безопасности. Перед выездом с волонтерами проводят краткий инструктаж. Выдают им маски, перчатки и антисептические средства. Сейчас мы вместе с волонтерами отправляемся в магазин для того, чтобы купить продукты для пенсионерки, которая находится на самоизоляции. В полном обмундировании добровольцы выбирают продукты первой необходимости, в том числе бытовую химию, лекарства. Сейчас заказ простой, полная корзина продуктов. Но и здесь нужна внимательность. Скоропортящиеся продукты выбирают сегодняшней датой. Тряженка, один пакет. 2,5% молока. Какое не уточнила, нет? В мягкой упаковке. Чем больше пакет с продуктами, тем проще всем. Волонтерам оптовые покупки экономят время, а самоизолированным редкие контакты снижают риск для их здоровья. Перед тем, как передать покупку, дезинфицируют ручки пакета. В квартиру волонтеры не заходят. Заказ отдавит на лестничной площадке. Все ради заботы. А мне 79 лет. Я не могу. А сын далеко в командировке. Спасибо большое вам. И с каждым днем обращений пенсионеров все больше, говорят в штабе волонтеров. Заявки могут оставить пожилые, старше 65 лет, либо маломобильные. На оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и оплаты ЖКХ. Мы будущие врачи. И наш долг – это помогать людям, особенно когда сейчас такая непростая эпидемиологическая ситуация. Сейчас, кстати, в штабе обрабатывают больше 300 заявок. Поэтому новых волонтеров очень ждут. Стать и может каждый в возрасте от 18 до 50 лет. Работа и слов благодарности хватит на всех. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.